Привет всем! Сейчас в Японии разворачивается скандал в индустрии развлечений. Началось всё с сексуальных домогательств. Как выяснилось, босс одного крупного агентства по поиску талантов, Джонни Китагава, много лет домогался своих подопечных. Он уже 4 года назад умер, но для агентства всё по-прежнему очень-очень плохо. И не только для него, потому что волна пошла дальше. И вот в последнее время от сексуальных домогательств, сэкухара, всё как-то движется к пава-хара, то есть power harassment, общей эксплуатации сотрудников. О чём идёт речь? Речь идёт о том, что молодых звёзд всячески эксплуатируют, заставляют очень много работать, плохо с ними обращаются и при этом систематически недоплачивают. Ну, я очень далека от индустрии развлечений, но я хорошо понимаю, о чём идёт речь. Потому что я работаю в другой индустрии, хорошо, я работаю в университете, но я тоже сталкивалась с чем-то похожим. И стоит понимать, что сама ситуация, это скорее исходит из того, что поколения меняются, и вообще вся рабочая этика в Японии сейчас меняется. Давайте я расскажу на моём примере, как вообще всё происходит. Итак, я начала работать 6 лет назад. Когда я пришла, мне сразу выдали ставку, по которой у меня в неделю было 11 лекций, что, надо сказать, очень много. Но мои сэмпайи, то есть старшие коллеги, особенно те, которые совсем-совсем старшие, говорили, что мне ещё повезло, потому что они работали больше, у них доходило аж до 14 лекций в неделю. Я вообще не представляю, как это возможно выдержать, но тем не менее. Вот такая ставка для молодых преподавателей, которые только пришли и вообще очень плохо себе представляют, во что они ввязались, имеет две причины. Первая – это, ну скажем так, нравственно-воспитательная, о которой как раз говорят больше. Вот ты приходишь такой совсем неопытный, и лучший способ заставить тебя стать опытным – это нагрузить тебя как следует, заставить тебя очень много работать, то есть получить вот этот опыт через непосредственно работу, при этом сразу указать тебе на твоё место, то есть ты здесь больше всех работаешь, но при этом имеешь меньше всего прав. Ты должен доказывать, какой ты хороший, ошибаться и исправлять свои ошибки, и взамен твои старшие коллеги, сэмпай, должны тебя проводить через вот это, помогать тебе советом, помогать тебе планировать, например, твои лекции, рассказывать, как здесь вообще всё работает, и делать это, конечно, бесплатно в своё рабочее время. Но есть ещё одна причина, почему так происходит, и она вполне такая практическая. Дело в том, что от тех самых молодых преподавателей особо ничего не дождёшься, они ещё неопытные, они всё равно, даже если дать им очень мало лекций, они всё равно не будут показывать каких-то особенных результатов, результатов, они будут большую часть времени готовить эти самые лекции, то есть они не будут ездить по конференциям и представлять свои исследования, они не будут заниматься какими-то своими собственными побочными образовательными проектами, им трудно доверить что-то очень важное, потому что, скорее всего, они это запорят. Поэтому логичнее нагрузить их теми лекциями, самыми обычными лекциями, которые не требуют какого-то опыта, какой-то особой сноровки, а все важные вещи, исследовательскую деятельность, проекты всякие и тому подобное, административные, опять же, дела, передать их старшим коллегам, у которых лекций будет к тому моменту уже сильно меньше. Да, кстати. И вот представьте себе, что фактически, чем больше ты работаешь, тем меньше ты преподаешь. Сейчас у меня всего 6 лекций в неделю. И тем больше ты получаешь, потому что с каждым годом тебе начисляют немножечко побольше зарплаты. Вот такая система. Почему же она не работает в последнее время? Ну, начнем с того, что когда я пришла, мне выдали книжку, такую вот как бы манго-версию, в которой было описано, как мне вообще работать юному преподавателю. И там было очень четко описано, что ты можешь в любой момент подходить к своим коллегам и задавать им вопросы, они тебе будут рассказывать, соответственно, как ты должен работать. Так вот, самые старшие мои коллеги, которым уже 50 и больше, эти обязанности по отношению ко мне выполняли. А вот те, что помоложе, нет. И первый год у меня еще были старшие коллеги, которые реально со мной возились. Но на второй год я осталась без них. У меня остались коллеги, которым, ну, те же самые 30, ладно, 40 лет, которым я не намного старше, но да, номинально они сэмпай. И вот они не хотели со мной совсем возиться, они не хотели рассказывать мне, как работать, не хотели помогать мне советами в моих лекциях, потому что они тоже были заняты своими делами, не понимали, зачем им это надо. И еще практическая сторона. То есть то, что вот сначала ваш новый сотрудник у вас будет просто выполнять всю черную работу, пахать, 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 а потом через какое-то время он получит себе меньше ставку, у него будет больше такой творческой, важной работы, и он начнет приносить вам какую-то пользу еще и в сфере научной деятельности и всяких других проектов, это тоже не работает, потому что пожизненный найм – все. У меня был контракт на три года с возможностью продлить его, и первые три года я именно что работала вообще без продуху. И вот к концу третьего года, когда мне надо было продлить контракт, выяснилось, что от меня таки требуют достижений в научной сфере, что я должна предъявить, на скольких конференциях я побывала, сколько статей я написала, а с этим у меня было очень плохо. Это вызвало, опять же, все это было еще в ходе вакдауна, и в результате я просто очень сильно стрессовала, у меня накопился стресс, и мой университет был вынужден к концу этих трех лет отправить меня к психоаналитику, потому что я была не в силах работать. Вот такая вот история. Получается, что поработав три года, среднестатистический контракт как раз в первый раз дается на три года, человек приходит к вот этому окончанию контракта, когда он может теоретически его продлить абсолютно выгоревшим. И очень многие люди после этого просто уходят из сферы. Они не хотят работать больше, они не хотят предъявлять каких-то новых достижений, все, чего они хотят, это чтобы от них отстали. Но это еще не все. В других сферах, и, ну, кстати, в университетской тоже, бывает хуже. Бывает, что за вот эти несколько первых лет, когда человек очень нагружен, очень стрессует, и с ним, я напоминаю, никто не занимается, потому что коллегам уже не хочется возиться со всякими начинающими, они не понимают, зачем им это нужно. И, конечно, к этому моменту люди подходят в значительно более жутком состоянии. Некоторые не выдерживают. Есть такие, которые умирают на рабочем месте, просто заработавшись насмерть. Есть те, которые кончают с собой. Часть из этих случаев освещается довольно широко, например, если это кто-то более-менее известный, более-менее на виду. Ну, те же представители индустрии развлечений или там известные журналисты молодые и тому подобное. Бывает также, что панику поднимает семья и выходит, опять же, на журналистов или пишет в соцсетях. Но бывает, ну, я подозреваю, что большинство случаев просто уходят никуда. Об этом никто не говорит. Особенно о чём тут говорить, если человек, допустим, не умер, не покончил с собой, а просто не продлил контракт и ушёл, и больше не работает в сфере. Мы же не знаем, что с ним стало. Наверное, выжил, наверное, где-нибудь там работает. Может, не работает уже, кто знает. Короче, что я хочу сказать. Вот это ситуация, когда мы по-прежнему ещё хватаемся за старые рабочие схемы, но они по факту уже не работают. Предполагается, что люди у нас первые несколько лет работают как проклятые, но потом зато они получают опыт, они получают более приемлемые условия труда и могут принести ещё больше пользы своей компании. Сейчас это уже не работает. Молодёжь это прекрасно понимает. Мои студенты, когда я их спрашиваю, готовы ли они работать вот по такой схеме, отвечают конкретно, что нет, не готовы. Они не хотят перерабатывать, они не считают, что это принесёт какие-то дивиденды. Они, в принципе, хотят нормальную зарплату сразу, они хотят нормальные условия труда сразу и не готовы мучиться. Именно поэтому такие случаи вирусятся, расходятся в соцсетях, и люди воспринимают это как подтверждение того, что что-то у нас в обществе не в порядке. Есть ли какие-то подвижки реальные со стороны тех же компаний? Ну, в моём университете, да, есть. Я могу сказать, что мои младшие коллеги, которые пришли за те 6 лет, что я тут работаю, имеют более приемлемые условия труда. Им выдают не такое большое количество лекций сразу, как было со мной. И всё-таки какое-то, я даже не знаю, ну, например, в этом году у нас реально появилась такая вещь, как KingQB, то есть личный день, один свободный день, который мы можем использовать на своё исследование. До этого у нас ничего подобного даже близко не было. То есть, да, подвижки какие-то есть, но они есть на уровне отдельных компаний. И каждый раз, когда компания что-то подобное делает, я думаю, со стороны старшего поколения, которое, опять же, имеет власть, идёт, ну, как бы это сказать, волна критики, потому что они боятся, что таким образом окажутся в невыгодной ситуации, потому что, кто знает, может, другие компании продолжают нагружать своих сотрудников, как они делали до этого, а мы им, наоборот, предоставляем более выгодные условия труда и на этом, конечно же, чего-то, возможно, теряем. По факту, конечно, не теряют, потому что компания будет только лучше, если сотрудники не будут уходить после первого контракта, не будут выгорать, не будут кончать с собой, потому что это не лучшим образом сказывается на репутации. Но, тем не менее, то есть сейчас мы видим вот этот переходный период в Японии, когда Япония пытается перейти от старых систем, старых методов, которые уже не работают, к чему-то новому. Я искренне надеюсь, что мы к чему-то новому таки придём, и молодые люди, горящий энтузиазмом, готовые работать, не будут выгорать и тем более не будут умирать на рабочем месте. Ну что ж, это всё, что я хотела сказать по ситуации. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok